Господь Иисус Христос открыл третью печать апокалипсиса и разоблачил третьего всадника на вороном коне. Это Дух Мамоны. Под действием этого Духа люди ради выгоды и наживы продают самое ценное – семейные узы, честь, совесть, невинность, веру. Так, для истребления Церкви Христовой еще во времена Советского Союза во всем мире была создана гигантская инфраструктура под названием «Союз безбожников». Они готовили и финансировали лжепасторов и лжеапостолов, создавали синтетические организации под биркой церкви, которые дискредитировали бы истинную церковь через лживых, порочных, нечистых, нанятых за деньги служителей. Через Мамону коммунисты делали поклонниками сатаны даже руководство церкви. Они завербовали русского православного священника Платонова. Он перешел на их сторону, за что получил должность епископа. Он стал Иудой, который за неправедную плату предавал своих прихожан, хотя знал, как жестоко их будут пытать. Его сестра Александра, настоятельница монастыря, была много раз арестована, очевидно, с подачи брата. Она однажды высказала ему, «Отец и мать переворачиваются в гробах, зная, что ты служишь сатане». На что епископ православной церкви ответил, «А может быть, я и есть сатана?» Издание «Православная Русь» писало о том, как продавались и попирались святыни. Вскоре после прихода к власти коммунистов Одесский православный собор, столь любимый одесситами, стал местом собрания сатанистов. Они также собирались на Слободке и в бывшем доме графа Толстого. В Одесском музее атеизма экспонировалась статуя Бафомета. По ночам в музее собирались сатанисты для совершения своих ритуальных обрядов возле этой статуи. Идея социализма предлагала человеческий рай на земле, который при попытке возведения оказался адом. Ведомые духом мамоны, сатанисты замучили миллионы людей голодомором и коллективизацией. На сегодняшний день мы смотрим через призму чего-то, знаешь. Но многие люди вообще, и, к сожалению, даже верующие, они сегодня живут вот так вот. Кому-то надо объяснять? Или не надо? Знаешь, если вот так, я даже не вижу, кто сидит в первом ряду. Это правда или нет? Вот она, главная проблема, потому что что-то на самом деле закрыло наши глаза, наш разум, наши уши, наше сердце. И это огромная-огромная проблема. Знаешь, когда я смотрю на этот мир, я вообще думаю, как можно сейчас не верить? Сейчас только и нужно верить. И почему люди не могут сделать выбор? Из-за одной проблемы. Вот. Что-то есть, и они не видят реальности. И когда начинаешь говорить людям одно, второе, третье, четвёртое, что происходит в мире, люди говорят, да, а я не знал, а я не думал, а я сосредоточен на чём-то на другом был. То, что происходит, и ещё как-то есть какой-то мир и какая-то жизнь, это далеко уже не заслуги человека. Человек, он свой кредит доверия, он давным-давно потерял. И уже давным-давно была бы ядерная война, и не одна. А мы живём в такое время, когда происходит гонка вооружений. Сумасшедшая гонка вооружений началась. И если в прошлом столетии несколько стран имели ядерное оружие, то сегодня уже, например, ядерное оружие и другие вооружения исчисляются уже десятками стран. Вы улавливаете мысль, да? Если две страны были и не могли разобраться, две державы, то на сегодняшний день уже десятки держав начинают иметь серьёзное оружие, ядерное оружие. Поэтому на самом деле, что остаётся человеку, явно это не помогает. Никак. Это, это приводит и в беду человека и человечества, и привело. Поэтому человеку на самом деле только и остаётся верить. Потому что вера, она побеждает этот мир. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ